В Государственном комитете судебных экспертиз по Брестской области студенты юридического факультета Брестского государственного университета имени Пушкина – частые гости. Ведь взаимодействие с этим ведомством уже в ближайшее время станет неотъемлемой частью их профессиональной жизни. Как эксперты определяют химический состав психотропного или наркотического вещества? Каким образом происходит портретная идентификация личности? Что представляет собой баллистическая экспертиза и как криминалисты с помощью фона и дактилоскопии помогают в раскрытии преступлений? Ответы на эти и многие другие вопросы находят здесь будущие работники следственных органов, прокуратуры, управления внутренних дел. В ходе экскурсии мы представляем ребятам возможность ознакомиться с возможностями управления Государственного комитета по производству различных видов экспертиз, которых мы проводим около 30 видов. Сегодня, допустим, студенты могли увидеть, как мы проводим криминалистические, специальные технические экспертизы. Это экспертизы баллистические по исследованию оружия, технические экспертизы документов по исследованию различных видов документов, денежных билетов. Также химические экспертизы наркотических средств, психотропных веществ, фоноскопические экспертизы. Несмотря на довольно юный возраст ведомства, в профессионализме сотрудников Государственного комитета судебных экспертиз сомневаться не приходится. В наличии целый перечень возможных исследований, благодаря которым правоохранители раскрывают уголовные дела самой разной сложности. Проверить сомнительную банкноту на подлинность, идентифицировать номер своего автомобиля, определить наличие или отсутствие в составе вещества, наркотических или психотропных компонентов. Это не полный список того, чем каждый день занимаются эксперты, к профессионализму которых время предъявляет особые, высокие требования. Лица, претендующие на должность эксперта, должны иметь высшее образование. И в зависимости от вида экспертиз должна быть специализация у него. Должны они пройти обучение, сдать экзамен в городе Минске, в Центральном аппарате Государственного комитета судебных экспертиз специальной комиссии. И получив уже допуск, могут приступать к работе. Знакомство с экспертами разных отделов и подразделений помогло будущим правоохранителям существенно разобраться в целях и задачах, которые стоят перед сотрудниками комитета. А полученные знания, безусловно, пригодятся в будущей профессиональной деятельности. Для нас, для юристов, опыт это многое значит, потому что теоретические знания, ну они поверхностные, а тут мы уже посмотрели из глубины, как что работают, нюансы, какие приборы, потому что в обыденной жизни это не видели, не сталкивались никогда и думали, что эта работа намного проще. Ну, если честно, после данной лекции поняла, что это очень ответственная работа, что нужна выдержка, потому что судьба решается, как рассказывали нам, нужно ответ конкретно «да» либо «нет». А это очень тяжело.